Президент Вадим Красносельский сегодня побывал на столичном заводе консервов детского питания. Его продукцию знают и пробовали, наверное, все в Приднестровье. Это сладкая кукуруза, цветная капуста, зеленый горошек и фасоль. Директор завода консервов детского питания показывает президенту, как перерабатывают цветную капусту. Ее привозят с полей Слободейского района, потом прямо на конвейере женщины разделяют качан на соцветия. Наталья работает здесь второй год. Любите цветную капусту? Да, особенно. Пожарится яичками, очень вкусно. Далее бланшировка. Высокие температуры убивают вредную микрофлору, затем рабочие убирают лишние вершки и корешки. Как в шуме работать не тяжело? Ну, мы уже привыкли. Нормально, можно работать. Будем работать, была бы работа. Отлично, хорошенько, отлично. Вот такого качества у нас получили. Красивые замороженные соцветия упаковывают в бумажные крафт-мешки. Так они лучше сохраняются и переносят транспортировку. Завод отправляет продукцию в Венгрию, Румынию, Болгарию, Россию. Все есть и в наших магазинах. Президент посоветовал отмечать все специальным знаком, чтобы было видно. Это местное, экологически чистое. Ну, допустим, человек, у кого нехорошее зрение, он будет так, написано по-английски, написано где-то по-русски. Может быть, украинская продукция, может быть, белорусская продукция, может быть, еще какая-либо продукция, но не преднестровская. А человек должен видеть сразу, что это преднестровский продукт. Логотип, покупая преднестровская, на мой взгляд, должен присутствовать. Завод консервов детского питания выпускает фасоль, томатную пасту, зеленый горошек, брокколи и кукурузу в вакуумной упаковке. Машину по выпуску кукурузы в вакууме купили недавно, на льготный кредит от государства. Своих производителей страна поддерживает и льготным тарифом на полив. У вас, смотрите, 4000 гектар, да, по 2000 гектарам. Будете расширяться, наверное? Конечно, на полив, да? Мы, в принципе, минимально за 4000 гектар. То есть, в принципе, до 4000 гектар, да, да. На условии позволяешь? Позволяешь. Директор рассказал президенту о простом рецепте. Берешь кукурузу, подогреваешь качан в микроволновке полторы минуты и можно есть. Очень вкусно. Зановая наша директор, мистер Харрис. Завод консервов детского питания по нынешним временам – крупное предприятие. В сезон здесь трудится около 500 человек. У нас рабочие получают стабильно зарплату 4500. В сезон рабочие получают 8-9-10 тысяч. Переработка получается определенная 8-7 тысяч. Не менее 7 тысяч рабочие, простые рабочие получают. Специалисты получают больше. Президент пообщался и с коллективом. Ему задали вопрос, не поднимутся ли с нового года тарифы на газ и электроэнергию. На свидетельстве трудности со всеми этими процессами энергетическими мы не рассматриваем возможным поднятием тарифов ни в этом году, ни в следующем году. И кроме этого все льготы, допустим, по газу, по электроэнергии не все будут сохранены. В планах завода увеличить объем выпускаемой продукции до 10 тысяч тонн в год и расширить рынки сбыта. Сейчас идут переговоры с турецкими предпринимателями. В следующем году здесь хотят выпускать замороженный шпинат. Новую линию уже закупили. Алена Чернявская, Леонид Мостак, ТСВ.